Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Здесь мы обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей. Сегодня выпуск, который я обещала вам много месяцев подряд. Я его откладывала, откладывала, надеялась, что протестирую побольше примеров для этого выпуска, но уже решила, откладывать дальше нельзя, нужно в этом году его выпустить. Это обзор и вообще обсуждение такого компонента, как витамин С. О нем много мифов, много споров, поэтому я решила поделиться своим мнением на этот счет. И, конечно же, подпишитесь сразу на канал, поставьте лайк и перейдите в мой телеграм-канал, чтобы не потеряться и чтобы смотреть еще чаще обзоры на косметику, а мы с вами начинаем. Для начала парочка интересных фактов и вообще частых заблуждений по поводу витамина С. Первое это то, что лимонная кислота это и есть витамин С. Если вы начинаете рассматривать составы, то иногда периодически поступают запросы в мой телеграм-чат по поводу того, что в том или ином средстве есть витамин С. Но вы путаете, что лимонная кислота это то, что не относится к витамину С, это сам по себе ингредиент, который добавляется обычно в последних местах в составе, как консервант, еще какие-то моменты для ПАЖ и так далее. Но это не есть витамин С. Витамин С действительно есть одна из форм, это аскорбиновая кислота, а не лимонная. И действительно витамин С может содержаться в цитрусовых, но это все разные вещества, мы об этом сегодня подробно поговорим. Второе заблуждение, миф, в принципе такие неточности, некорректные моменты это то, что часто в обзорах, в обсуждениях компонента витамина С, некоторые характеристики, особенности воздействия на кожу определенных форм витамина С приписывают как ко всем возможным формам и в принципе к ингредиентам витамина С, что я имею ввиду. Например, некоторые раздражающие потенциалы и определенные свойства, например отшелушивающие у аскорбиновой кислоты, приписывают ко всему витамину С. На самом деле витамин С это такое общее понятие и у него есть опять же разные формы, которые проявляют разные свойства и в разной среде активны. Поэтому здесь не стоит так все под одну гребенку, стоит разобраться какие есть формы и как они работают. Немножко по аналогии с ретиноидами, у нас там с вами тоже есть ретиноидовая кислота, самая активная форма есть ретинол, ретинальдегид и они все на самом деле имеют за собой разные побочки и разную активность. С витамином С примерно та же история. И третий пунктик очень важный, это то, что встречается заблуждение по поводу того, что витамин С и средства, содержащие витамин С, актуально наносить только в утреннем уходе под СПФ, но вечером нет смысла, он вечером не работает. Это на самом деле заблуждение, потому что оно скорее всего формируется на основе рекомендаций, что чаще всего витамин С, содержащий продукты, с этим компонентом рекомендуют наносить в утреннем уходе под средства ССПФ. Но это не значит, что оно вечером в вечернем уходе не будет работать, будет, просто есть определенные свойства витамина С, которые усиливают защиту от солнца и в принципе он проявляет свою определенную защиту по определенным механизмам, мы сегодня это подробно обсудим. Но если вы наносите витамин С в вечернем уходе, он также будет проявлять свои свойства, поэтому не переживайте, он ночью не спит, он вместо вас работает, так что в вечернем уходе его тоже можно использовать при желании. Ну а мы с вами будем двигаться дальше в основную часть этого видео и обсудим действительно основные свойства такого ингредиента, как витамин С, обосновывая все возможные свойства, которые в принципе практически любая форма может проявлять. Первое, конечно же, это то, что витамин С это антиоксидант. На самом деле антиоксиданты зачастую не столь оценены аудиторией, да, и не столь мы обращаем внимание на эту антиоксидантную защиту, возможно, потому что не всегда точно понимаем, что имеется в виду. И стоит отметить, что, как правило, воздействие антиоксидантов мы не всегда можем глазами увидеть, а мы все-таки с вами привыкли, да, в уходе за кожей, в использовании активов, видеть результат, желательно здесь и сейчас, но как минимум видимый на нашей коже. И антиоксидантная защита это то, что мы не всегда можем увидеть глазами, но это действительно очень важный пункт, потому что это предотвращает ряд воспалительных реакций, это опять же защищает наши клетки от фотоповреждений или как минимум снижает воздействие нежелательных компонентов, различных свободных радикалов на нашу кожу, и это работает как бы в долгую, то есть на перспективу. Поэтому антиоксиданты на самом деле нужны нам всем, особенно с возрастом лучше начинать использовать антиоксиданты как можно раньше, это то, что будет работать, пока вы не обращаете, грубо говоря, на них внимания. Поэтому это действительно важно. Плюс я бы здесь сделала такую пометку, так как меня многие смотрят обладатели розация, да, и я не могу об этом не упомянуть. Как раз таки в теме антиоксидантов для тех, у кого в анамнезе есть розация, это очень важно, потому что одна из особенностей кожи с розацией в обострении, в ремиссии, в принципе, по своему функционалу, это кожа, которая не обладает столь высоким потенциалом к антиоксидантной защите самостоятельно, то есть ей очень нужна антиоксидантная поддержка. Такая кожа еще более уязвима к воздействию ультрафиолета, а под его воздействием запускается каскад воспалительных реакций, которые приводят к обострению и к усилению симптомов розации. Поэтому витамин С так важен для пациентов с розацией, но какой именно, досматривайте выпуск до конца, чтобы узнать об этом подробнее. Следующее полезное свойство, которое приписывает витамину С, и в принципе это бывает оправдано, это осветление пигментации, выравнивание тона кожи. Что касается пигментации, то, например, аскорбиновая кислота, на мой взгляд, один из самых интересных вариантов в этом случае, потому что у нее есть дополнительное свойство пилингующего такого агента, и, соответственно, она будет разбивать пигмент меланин, который у нас залегает в верхних слоях эпидермиса и составляет те самые пигментные пятна. Но также есть исследования, где использовали стабильные формы витамина С, подробнее мы сейчас разберемся, что я имею в виду стабильные и нестабильные, которые комбинировали, например, с фируловой кислотой, другими тоже антиоксидантами, и получали эффект на замедление транспорта меланина и, соответственно, влияние на пигментацию. Но так, чтобы именно снижать выработку меланина, влиять на меланогенез в первоначальной его стадии, не совсем это будет актуально для витамина С. Поэтому я рекомендую не возлагать все надежды на осветление пигментации только витамином С, а лучше дополнить им рутину против пигментации, например, сочетая с ретиноидами или с какими-то еще отшелушивающими компонентами. Следующий важный пункт, и не всегда его на самом деле отмечают, но он действительно очень-очень важен, это то, что витамин С способен как раз-таки участвовать в синтезе коллагеновых волокон. И вообще витамин С это единственный антиоксидант, который влияет на глубину морщин, то есть действительно может работать с тем, чтобы сокращать выраженность морщин. Понятное дело, что ни один косметический компонент, и в принципе косметика не справляется с тем, чтобы вообще стереть с лица все возможные признаки старения, но этот антиоксидант действительно то, что прекрасно будет дополнять рутину с точки зрения антиэйдж, и он лишним абсолютно не будет. Но здесь опять же важно правильно выбрать для себя нужную форму, нужную концентрацию, найти для себя идеальную по текстуре средство, этим мы сегодня и займемся. И последний пункт, это возможность витамином С отражать негативное воздействие ультрафиолета на нашу кожу. Отчасти это относится к пункту 1 про антиоксидантную защиту, но здесь я хотела бы отдельно отметить то, что витамин С способен снижать, а то и совершенно предотвращать негативное воздействие солнца на нашу кожу, если мы будем наносить его до, соответственно, хождения под солнечным воздействием. Что я имею ввиду? Как раз таки про утреннее нанесение. Если мы с вами будем наносить витамин С под наше солнцезащитное средство, то мы на самом деле прекрасно усилим защиту от солнца, то есть будут не только фильтры, но и мощная вот эта антиоксидантная защита. Поэтому здесь сложно как-то преувеличить важность витамина С. Это не панацея, но это очень интересный, очень эффективный и для многих актуальный компонент, который не будет лишним, если мы с ним подружимся и найдем для себя идеальное средство. Витамин С, как я уже забегаю вперед в начале выпуска сказала, имеет различные формы. Мы сейчас о них подробно будем говорить, как минимум 5 форм подробно разберем, и остальные, в принципе, будете иметь в виду, что они существуют. В зависимости от формы, от концентрации, от условий, в которые вы поместили эту форму витамина С, может варьироваться свойство. То есть из перечисленных общих свойств какие-то могут быть выражены сильнее, либо добавляться еще дополнительные. Плюс побочные эффекты также будут зависеть от того, какая это форма витамина С. Поэтому, когда мы просто выбираем продукт с витамином С, обращая на заявление производителя, что здесь витамин С, все прекрасно, берите наш флакончик, и не разбираемся, с какой формой мы его взяли, но при этом возлагаем определенные ожидания на эту банку, мы можем столкнуться с тем, что мы не увидели эффекта. Я на самом деле очень часто получаю такую обратную связь. Вот какой-то продукт с витамином С эффективный, а вот этот неэффективный. Но если мы начнем разбираться, то у них абсолютно разная форма, концентрация, понятное дело, и те ожидания, которые возлагались, допустим, второй вариант со стабильными формами не может выполнить, не может дать человеку, и поэтому сравнивать их просто даже некорректно. Поэтому я и решила записать это видео, немножко погрузить вас не столь детально, но хотя бы для общего понимания в то, какие формы бывают, чтобы мы в составе видели, что мы можем ожидать от этого продукта. Первая форма витамина С, она же нестабильная, и это единственная нестабильная форма витамина С, которую мы здесь сегодня отметим, и в принципе будем иметь в виду, что именно она является, ну, пожалуй, самой нестабильной из всех возможных форм. Это аскорбиновая кислота, либо элис аскорбиновая кислота, да, ее изомер, то или иное вы можете встречать в составе, не суть важна. Это, пожалуй, одна из самых известных, широко распространенных, вы наверняка могли пробовать средства с аскорбиновой кислотой в составе, и она же самая эффективная, но у нее есть ряд нюансов, которые мы не можем пропустить и должны обязательно иметь в виду. Ну, во-первых, эта форма прекрасна, одна из самых легко проникающих через роковой слой, особенно при пониженном паше. Вообще, аскорбиновая кислота, если вы видите ее в хорошей концентрации, в рабочем средстве, скорее всего, паше этой формулы, он очень сильно понижен. Проще говоря, это кислый паше, потому что именно в нем она прекрасно работает, легко проникает. Это примерно от 3, ну, максимум до 4 паше, иначе это уже перебор и не столь рабочая для нее кислотность. Значит, она хорошо проникает, она очень ярко проявляет все перечисленные на умирание свойства, и, конечно же, чем выше концентрация, тем она, соответственно, активнее. Но, во-первых, из-за пониженного паше и, в принципе, из-за своей возможного воздействия на кожу, она допускает нам еще дополнительно отшелушивающего эффекта. То есть, эта форма витамина С нестабильная, так еще и оказывает такой пилинг-эффект на кожу, то есть, она отшелушивает верхний роговой слой при воздействии. Более того, эта форма витамина С может накапливаться в роговом слое, ну, примерно даже до 3 дней, поэтому, может быть, не всегда может заметить какую-то негативную реакцию, да, там, если вы нанесли, далее продолжили использовать, подумав, что нет никакой аллергической реакции, но может произойти через несколько дней. Опять же, здесь еще есть нюанс. Почему может быть негативная реакция на аскорбиновую кислоту, и, в принципе, вы можете поставить крест на применение витамина С после этого, потому что из-за своих особых вот этих свойств отшелушивающих и, в принципе, высокого раздражающего потенциала, это не лучшая история для чувствительной кожи. Тем более, для кожи чувствительной с розацией в анамнезе, даже если это вне фазы обострения. Это сейчас не значит, что мы должны выбросить все банки со аскорбиновой кислотой, если у нас чувствительная кожа, потому что, во-первых, понятие чувствительности очень обширное, во-вторых, просто имейте в виду и будьте осторожны, не берите сразу себе 20% аскорбинки для знакомства, а при этом у вас в анамнезе розация, да, то есть я имею в виду, что нужно быть внимательнее. Ну и, конечно же, по эффекту это самая классная форма, от которой вы увидите точно сияние кожи, если это рабочая формула, потому что за счет как раз-таки отшелушивающего эффекта сияние от нее хоть отбавляй. Но, опять же, выравнивание рельефа кожи, это может быть и плюсом в определенной ситуации. Ну и эффективность по всем остальным фронтам, да, это пигментация, опять же, за счет отшелушивания в первую очередь, это антиоксидантная защита и синтез коллагена, все она прекрасно проявляет, потому что это одна из самых эффективных, мощных форм. Но за все, как говорится, нужно платить, поэтому в виде побочек мы получаем, как правило, раздражение, покраснение на коже и неприятные ощущения. Многие после этого могут подумать, что у них непереносимость конкретно витамина С, но на самом деле это не так. И, как я уже отметила, аскорбиновая кислота нестабильна в косметике, что для этого предпринимают. Конечно же, стараются максимально добавить консервантов и всевозможных стабилизирующих компонентов, плюс использовать максимально герметичную упаковку, непрозрачную упаковку, потому что эта кислота еще больше не любит солнечный свет, да, и как раз-таки тепловое воздействие. Но здесь еще момент контакта с воздухом, да, при частом контакте, соответственно, быстрее будет окисляться. И у таких средств аскорбиновой кислотой очень сильно сокращают срок послевскрытия. Но есть один редкий вариант, который я сейчас увидела, стали производить некоторые даже аптечные бренды. Это то, когда аскорбиновую кислоту помещают в формулу без воды. И тогда у нее срок послевскрытия, вы можете заметить, не 2-3-4 месяца максимум, но даже до года. Такое тоже может быть, но там уже история про то, насколько это приятно использовать на кожу возникает. Тем не менее, аскорбиновую кислоту, имейте в виду, это самый такой распространенный, самый, пожалуй, наверное, доступный и может быть даже бюджетный в плане сырья ингредиент. Примеры средств я покажу в второй части видео, сейчас не будем на этом останавливаться. Далее разбираем уже формы стабильные. Все, что я буду перечислять далее, относятся к стабильным так или иначе формам витамина С. Поэтому здесь мы уже не говорим про то, что это высокий раздражающий потенциал, мы не говорим о том, что здесь будет ограниченный срок после вскрытия, и средства с этими формами не так быстро окисляются, как с аскорбиновой кислотой. И первое, что я бы отметила, пожалуй, достаточно распространенный вариант, это аскорбилглюкозит. Во многих продуктах встречается, но здесь бы отметила, что так как я чаще всего рассказываю про аптечную косметику, на самом деле в аптечных брендах в российском ассортименте очень мало продуктов с витамином С, чтобы именно витамин С был таким главным ведущим ингредиентом высокой концентрации, и тем более здесь уже не разгуляешься с количеством форм и с вариацией форм. Чаще всего это аскорбиновая кислота, но я покажу дальше вам возможные варианты. Так вот, что касается аскорбилглюкозита, это эффективная форма, во-первых, она в коже метаболизируется до аскорбиновой кислоты и глюкозы, то есть, соответственно, получается то, что мы снова в доступной эффективной форме, но без возможных таких побочных эффектов в виде раздражения, покраснений на чистую аскорбиновую кислоту. И здесь даже соотносят, что небольшие концентрации аскорбилглюкозита дают эффект как чистая аскорбиновая кислота в несколько десятков раз превышающих, то есть, примерно где-то 2% аскорбилглюкозита приравнивают по эффективности к 20% чистого витамина С, то есть, аскорбиновой кислоты. В общем-то, форма прекрасная, стабильная, на чувствительной коже мы уже здесь точно можем рекомендовать использовать, поэтому его, если вы видите в косметике, то с удовольствием можете вводить свой уход. Этил аскорбиновая кислота, еще одна стабильная форма, достаточно эффективный антиоксидант, также участвует в синтезе коллагена, но больше всего из перечисленных нами в начале видео свойств проявляет именно осветляющее действие, и на самом деле очень широко используется в достаточно высоких концентрациях, то есть, его можно встретить по 15-17-20%, потому что у него прекрасная переносимость даже на чувствительной коже, и есть уточнение, что она даже проникает легче в кожу через роковой слой, нежели форма аскорбилглюкозида, поэтому здесь как бы вариант более доступный тоже имеется, но больше по части осветления, то есть, если у вас гиперпигментация, то, допустим, этил аскорбиновая кислота, это в первую очередь для вас история. Но в целом все нестабильные формы, которые я сейчас буду перечислять, они будут и антиоксидантом выступать, соответственно, так или иначе, выравнивать тон кожи, просто преобразовываться, метаболизироваться до чистой аскорбиновой кислоты с разной цепочкой превращения. Аскорбилфосфат антрия или аскорбилфосфат магния можно встретить тоже достаточно часто эти формы, они прекрасно переносятся кожей даже с поврежденным защитным барьером, с повышенной чувствительностью. Эти формы растворимы в воде, и на самом деле у них немножко страдает скорость проникновения в коже, но как раз-таки раздражающий потенциал на этом минимальный. Так или иначе, оказывают свое действие и по части антиоксидантной защиты, и по влиянию на коллаген. В общем-то, обратите на него также внимание, особенно для тех, у кого действительно очень чувствительная кожа. Встречаются достаточно широко, можно найти даже в аптечной косметике продукты с этим вариантом витамина С. Аскорбилпальметат, жирорастворимая форма, например, если этилоскорбиновая кислота растворяется прекрасно как в воде, так и в масле, то здесь уже скорее будет больше масляной составляющей лучше растворяться. Здесь он проявляет больше всего именно антиоксидантные свойства, то есть все остальные перечисленные у него немножко страдают в этом плане. И он не суперстабильный. Конечно, не настолько нестабильный, как аскорбиновая кислота, но тем не менее имейте в виду. Например, те средства, которые я покажу с ним в составе, с этим вариантом витамина С, я вам покажу именно в ампулах. И в ампулах применять его прекрасный вариант, там точно со стабильностью проблем не будет. Переносится хорошо, в качестве антиоксиданта такую форму можно рассмотреть. Аскорбилтетраизопальметат. Это тоже одна из стабильных форм витамина С. На самом деле, приведу с ней примеры, широко известные, может быть, вы даже их пробовали. Это высокоэффективная форма, которая метаболизируется до аскорбинки прекрасно, проявляет все необходимые нами перечисленные свойства. Стабильный при этом, липофильный, то есть чаще всего растворяют его в более такой маслянистой фазе. В общем, прекрасная история. Можно его также рассматривать, если вы видите его в составе, то можно не переживать за переносимость, за то, как он будет проявлять все возможные свойства витамина С и смело выбирать эти продукты. Конечно, я перечислила далеко не все возможные стабильные формы. Их действительно много, но я постаралась отбирать для вас наиболее распространенные и те формы, на которые я смогу привести вам дальше примеры. Хотя бы из того, что в принципе нам доступно, не только то, что пробовала лично я. Теперь хотела бы отметить сочетание витамина С с другими активными ингредиентами в уходе. Это тоже достаточно запрашиваемая история, потому что много мифов на эту тему, опять же, связанных с тем, что не разделяют наличие нестабильной аскорбинки и ее возможных побочек, и ее PH, при котором она прекрасно работает, и всех остальных стабильных форм. Конечно же, в первую очередь, меня интересует тема сочетания с ретиноидами. Очень много слышала от крупных, опять же, каналов, к сожалению, историю про то, что ни в коем случае в одном уходе, даже чуть ли не в разные периоды нанесения, там, утро-вечер, нельзя сочетать витамин С и ретинол, либо ретинальдегид, да, то есть косметические формы. На самом деле, это прекраснейшее сочетание, особенно если это антиэйдж направление в уходе, то это просто идеальная комбо. Другой вопрос, какой именно витамин С? Конечно, нестабильную форму, не суперидеальна по причине того, что она может повышать чувствительность кожи и кожи к солнцу, в том числе, именно аскорбинка. За счет отшелушивающего эффекта, как и другие кислоты, которые выполняют эти свойства, повышают чувствительность кожи к солнцу, именно за счет того, что отшелушивают роговой слой. Действительно, это очень важно. Плюс ретинол, который без того обновляет кожу и порождает ряд побочных эффектов. Возможно, если вы новичок, если у вас тонкая чувствительная кожа, то такая парочка не идеальная история, даже в разные нанесения. Но, если это стабильная форма, то вы не только можете наносить утро-вечер, допустим, утром стабильный витамин С, а вечером ретинол, но случаются и схемы, когда это все идет в одно нанесение, и ничего не случится абсолютно с кожей. Более того, ретинол не будет деактивирован витамином С, о чем я периодически слышу, потому что вы можете встретить огромное количество средств, в котором есть чистый ретинол, в хорошей рабочей концентрации, но при этом там же добавлен и стабильный витамин С, например, этилоскорбиновая кислота, либо любая другая форма. И ничего не случается. Почему? Потому что ПАЖ, при котором работает стабильный витамин С, преимущественно, и ПАЖ средств с ретинолом никак здесь не конфликтуют, никто никого не деактивирует, и никакие побочные эффекты не усиливают. Поэтому вот этот нюанс с сочетанием активов, пожалуйста, иметь в виду, какой конкретно в форме витамина С идет речь. Если это чистая аскорбинка, конечно, здесь могут быть такие нюансы. Но опять же, смотря какая чувствительность кожи, какая у вас адаптация и принятие, грубо говоря, вашей кожи, ретинола того же самого или витамина С, какая там концентрация, если там 5% аскорбинки, ничего, в принципе, скорее всего, не случится страшного. Поэтому здесь очень много есть нюансов, прежде чем делать какой-то итоговый вывод, что ни в коем случае не сочетаются эти компоненты. Так что сочетаются и очень даже прекрасно, не только в разные нанесения, но и одновременно. Еще парочка особенностей применения витамина С. Если вовнутрь с пищей, либо с пищевыми добавками витамина С поступает достаточное количество, то не всегда ярко, заметно глазу, так сказать, будет отклик от витамина С, используемого в косметике. Это важный нюанс, мне кажется, стоило его уточнить. И также, если мы принимаем витамин С внутрь, то те эффекты, которые нам придает витамин С при использовании наружной в косметике, он не будет, соответственно, заметен на коже. То есть одно другое не заменяет. Также про аллергические реакции. Очень часто есть такое заблуждение. Понятное дело, что все индивидуально, у вас может слиться сразу две индивидуальных непереносимости, но если у вас аллергические реакции на применение аскорбиновой кислоты вовнутрь, таких рабочих достаточно концентрациях, то это не значит, или аллергия на цитрус, например, это не значит, что у вас однозначно будет аллергическая реакция на применение наружных косметических средств, например, стабильной формы витамина С. Поэтому вы можете постараться попробовать аккуратно их, если еще не пробовали, но есть такая проблема, потому что лично у меня, например, на аскорбиновую кислоту, именно в препаратах, в добавках высокой концентрации и на цитрусовые все абсолютно аллергические реакции в приеме внутрь, но аскорбинку даже чистом виде, в высоких концентрациях наружной я переношу прекрасно. Так что одно другое, как бы опять же, не заменяет. И, конечно же, главный вопрос, на который мы должны дать ответ, кому нужен витамин С, потому что популярность очень сейчас такая обширная, очень многие кричат нам о том, что нам точно нужно в уходе иметь витамин С. На самом деле, отчасти, наверное, да, и с другой стороны нет, потому что по эффекту антиоксидантной защиты действительно это для многих нас будет важно. И не только, когда у нас уже есть возрастные изменения, нужно вспоминать, что вроде как какие-то антиоксиданты нужно было использовать. И как раз таки по воздействию солнца на нашу кожу, если вы используете санскрины, используйте их не только для того, чтобы предотвращать ожоги, а для того, чтобы снижать проявление фотоповреждений, пигментации, признаков старения, чтобы минимизировать их проявления с возрастом, то, конечно, прекрасно, у вас в уход впишется и антиоксидант, например, в виде витамина С. Такой момент тоже есть. Но так, чтобы однозначно всем это обязательно, да нет, скорее всего, если вы чувствуете в себе такую потребность, что ваша кожа нуждается, опять же, сияние дополнительное, опять же, воздействие на пигментацию, как в комплексной терапии, либо, если вы задумываетесь об антиоксидантной защите, вы приучили себя к использованию санскрина регулярно и хотите как-то усилить как раз-таки эту защиту от солнца, то вы можете обратиться к витамину С. Но, опять же, вот это вот немножко популяризация того, что как и ретинол нужно всем также витамин С, я считаю, что нет, абсолютно всем прям точно бежать за ним не нужно. Только действия по потребностям своей кожи. Теперь примеры средств. Самая долгожданная часть видео, на мой взгляд, потому что теорию достаточно сложно смотреть, вообще не всем это интересно. Но к тем перечисленным формам, которые мы поговорили, я сейчас покажу возможные примеры. Что-то я тестировала, что-то буду прикреплять картинки, что мне закончилось, что-то буду прикреплять, что я бы купила, исходя из этой формы витамина С. Начнем с аскорбиновой. Как я уже сказала, аптечные бренды, если выпускают что-то с витамином С, как правило, с аскорбиновой кислотой. С одной стороны, странно, да, если это нестабильная форма, если она там быстро окисляется, и многим может наносить нежелательные реакции, то зачем? Я думаю, что все-таки отчасти из-за того, что аскорбиновая кислота даст быстрее и более заметный эффект. Конечно же, любой производитель хочет, чтобы от его продукта люди быстрее заметили эффект, вообще его увидели, и приобрели еще раз это средство, либо попробовали что-то другое у бренда. Но, опять же, есть, да, некоторые риски. Конечно же, первый такой претендент на аскорбиновую кислоту это Лерош-Позе. Я снимала отдельное, очень уже старенькое видео про их гамму с витамином С, но и в этом видео не могла не показать. Тут две банки пустые, одна еще закрытая, но это повторная, третья. Поэтому я вместе с вами сейчас ее открою и даже вскрою ее на сводчах, вам покажу, как выглядит эта сыворотка в неокисленном состоянии. Потому что у нее ограниченный срок после вскрытия три месяца, но при некоторых несоблюдениях условий хранения она может окислиться раньше. Поэтому, чтобы вы видели, как у нее должен выглядеть рабочий, так сказать, оттенок, я ее вскрою при вас и на сводчих покажу. Это сыворотка от Лерош-Позе пьюр витамин С10. 10 нам говорит, конечно же, о содержании аскорбиновой кислоты 10%. Это достаточно весомая концентрация, очень активная, осторожней. Более того, здесь есть салициловая кислота, то есть как бы сразу две отшелушивающие кислоты в составе, но что мне нравится, здесь добавили нейросенсин, мой любимый пептид. Если я сейчас ничего не путаю, давайте проверю. Да, все правильно, здесь есть нейросенсин, потому что давно у меня уже ее не было, вдруг я что-то забыла. И, собственно, получили такое нивелирование, нейросенсин успокаивает кожу, все остальное может потенциально раздражать. Здесь есть одушка, но она мне очень нравится, и, в принципе, само это средство тактильное, очень приятное. Единственный минус, я писала в своем телеграм-канале несколько месяцев назад, что первый флакон, самый первый флакон этой сыворотки я использовала с удовольствием, он у меня улетел, и я была новичок в витамине С, и никаких не было проблем. А что касается второго флакона, мне пришлось его выбросить после вскрытия, потому что даже в закрытом состоянии она умудрилась подокислиться, что, конечно, уже было непригодно к использованию. Но сейчас третье, посмотрим, попробую дать ей шанс. Вообще, чтобы продлить, так сказать, неокисленное состояние аскорбинки, храните в холодильнике, и не допускайте того, чтобы она хранилась на открытом солнечном свете, потому что так она просто быстрее еще окислится, чем она это сделает в нормальных условиях. Далее, их кремовые текстуры, крем-филлер для лица и для контура глаз с витамином С, в этой же гамме Pure Vitamin C. Раньше это был Redermic C, если кто-то давно пользовался брендом, то, собственно, это переиздание. Здесь по 5% витамина С в виде аскорбинки. И мне безумно понравился крем для лица, для глаз тоже, но сначала про крем для лица очень понравился. Обычно витамин С я использую преимущественно в сыворотках, вы сегодня в этом убедились, практически все будет в формате сыворотки, потому что в креме, знаете, не всегда можно подобрать идеальную текстуру. Я очень люблю что-то жирненькое, насыщенное, а такие универсальные продукты, которые содержат витамин С, и они как бы в виде завершающего этапа ухода в виде крема не всегда достаточны мне по увлажнению, поэтому я люблю именно сыворотки. Но вот здесь это был легкий крем, при этом он прекрасно увлажнял кожу, он ее не раздражал, сияние с ним заметное постепенно, когда вы используете аскорбиновую кислоту, супер, прекрасно, идеально, прям вот знаете, это был продукт, которому тянулась рука. Поэтому, если вас смущает что-то в сыворотке, или вот вы как-то это не любите, плюс у нее вот это вот быстрое окисление, возьмите крем. Здесь 12 месяцев после вскрытия, но здесь очень важно тщательно закрывать упаковку, чтобы никаких моментов с выпаданием воздуха не было, плюс используйте сразу, как открыли, то есть не откладывайте, но год вперед. И для контура глаз витамин С, также как и средство для лица, кстати, содержит еще нейросенсин, мой любимый успокаивающий ингредиент, за счет этого, возможно, я прекрасно их переношу, он подосветлил легкую свежую пигментацию, так что мне этот продукт также понравился для сияния кожи контура глаз, если у вас что-то такое по неровности цвета есть, обратите внимание, вот за них я прям топлю даже больше, чем за сыворотку сейчас, потому что вот эти вот ее капризы плюс по обратной связи кто-то ее обожает, кто-то опять же ненавидит, знаете, вот эта вот классика, что на каждое средство найдется тот или иной отзыв, но тем не менее. Что еще из аскорбиновой кислоты? Вот эти два варианта, которые в таких подобных упаковочках по 8-10 мл, здесь у меня институт Эстедерм, это люксовый бренд, такой более косметологический, профбренд от компании Наос, который принадлежит бренду Биодерма в том числе, действительно сияние вот можно заметить за две недели, на которые хватило этот флакончик, 10 мл, супердорого, по-моему, сейчас что-то до 5 тысяч доходит его цена, это вообще конечно овер, здесь 10% чистого витамина С и 2% аскорбилоглюкозида, шикарная вещь, да, прекрасно, сияние кожи, вот вы видите, буквально через несколько применений, это шикарная штучка, но честно говоря необоснованно как-то дорого, лучше даже купить что-то Лерош-Пазе тогда даже с более коротким сроком после вскрытия, и уцерин здесь по-моему 10% чистого витамина С аскорбиновой кислоты, но что еще стоило бы отметить, всегда обращайте внимание, что в формуле было бы не только витамин С, но и другие антиоксиданты, потому что так будет работать синергия, так будет усилен эффект антиоксидантной защите, это на самом деле намного круче, чем только витамин С, и вот здесь как раз еще несколько мощных антиоксидантов добавлено, вообще я в выпуске про иуцерин, если не смотрели, обязательно посмотрите, упомянула, что если вы живете в Европе, у вас доступна вот эта форма продукта, обязательно попробуйте, потому что он действительно супер достойный, приятный, приятная текстура, эстодерм доступен у нас, и уцерин вот в таком формате, к сожалению, нет, но у эстодерм я считаю, конечно, ценообразование немножко too much в этом плане, потому что ничего такого, прям знаете, в составе этого бустера с витамином С не добавили, чтобы он столько стоил, на мое субъективное мнение. Отвлечемся от сывороток, необычный формат, где содержится тоже аскорбиновая кислота, это энзимная пудра, кстати говоря, еще одна энзимная будет в этом выпуске, потому что есть витамин С в составе, это от Бабар, после переиздания они все так же оставили чистую аскорбинку в составе, и с одной стороны она может здесь быть стабильной, потому что это не какое-то водосодержащее средство, но по опыту со старой версией могу сказать, что несмотря на огромный срок после вскрытия, 36 месяцев у этого продукта и у старого было так же, у меня в старой упаковке витамин С окислился где-то через 24 месяца после вскрытия, при этом хранился в темном ящике без попадания воздуха, света и так далее, поэтому здесь возможно та же история, но сейчас они сделали пластик менее прозрачным, возможно будет окей, конечно, если это смываемый продукт, то ждать суперрезультата от витамина С я бы не стала, потому что все-таки находится на коже недолго, вряд ли успевает в достаточном количестве проникнуть через роговой слой, но тем не менее это хороший бонус, почему бы и нет, все-таки приобретайте преимущественно средства не смываемые, если вы хотите получить результаты средства с витамином С, и последний вариант аскорбинки, на самом деле мой самый любимый, если мы говорим про высокую концентрацию, если мы говорим про формат сывороток именно с аскорбиновой кислотой, и эта сыворотка от Виши новая, лифт актив супрем, которая с витамином С вышла, там 15% в прошлом мае, по-моему, я уже ее обозревала, там 20 мл, несмотря на то, что флакончик большой, на 30 мл, если вы приобретаете, не пугайтесь, он залит не до конца, там 20 мл, там срок после вскрытия 2 месяца, если я не ошибаюсь, у меня есть отдельное видео по сывороткам Виши, посмотрите, там будет и текстура, скорее всего, и обзор всего ряда этих сывороток после переиздания, и вот она потрясающая, во-первых, там есть еще другие антиоксиданты помимо витамина С, во-вторых, текстура, она прям водянистая, вот если у Лерош-ПЗ здесь что-то, нечто такое гелево-флюидное и не столь быстро впитывающееся в кожу, то водянистая текстура Виши просто превосходная, она не ощущается на коже, она быстро впитывается, она все так же придает сияние коже, мне она так понравилась, она улетела у меня за полтора месяца и я очень-очень все время хочу ее повторить, но из-за того, что нужно что-то новое тестировать, у меня просто не доходят руки. В общем, если я соберусь покупать специально что-то из прошлых каких-то обзоров своих с аскорбиновой кислотой, то, скорее всего, я куплю именно сыворотку с витамином С от Виши, потому что в этом сегменте, в этой категории формы она прекрасна. Примеры средств с аскорбилглюкозидом, здесь я бы в первую очередь вам, если бы чуть раньше снимала это видео, хотя бы где-то на полгода, наверное, привела примеры сыворотку АВН-Аокситив, там как раз-таки 1,8 было оскорбилглюкозидом, но если кто не в курсе, на данный момент у АВН некоторые такие изменения в ассортименте, гамма-физиолифт и аокситив ушли, уходят, в общем, сейчас продаются остатки, и на их место на данный момент пришла гамма-гиалурон-актив B3 с неотинамидом и гиалуронкой, планирую сделать отдельное видео по ней, пожалуй, но витамина С, как такового, сейчас нет отдельного, именно в сыворотке, но если вы живете в Европе, то там у них вышла сыворотка с витамином Си-Джи, так она названа, это стабильная форма витамина С, как раз-таки оскорбилглюкозид, 1,8 процента, прикреплю здесь картинку, если придет к нам, обязательно я сразу приобрету ее на затест, в общем-то, у аптечных брендах такая форма, именно чтобы она не была в сочетании с кислотами, потому что бренда Биадерма, например, в гамме пигмент био, то там есть эта форма в сочетании с кислотным высоким концентратом, мы ее не берем в расчет, в пример, потому что я здесь максимально такие основанные только на витамине С привожу. Еще у российского бренда подсмотрела интересную сыворотку с витамином С, как раз-таки с аскорбилоглюкозидом, которая меня даже заинтересовала в плане сочетания с другими компонентами формули, очень классно выглядит состав, это скинджи стик, если я правильно называю этот бренд, в общем, прикреплю здесь картинку, и там как раз-таки эта форма витамина С стабильная, плюс очень классно подобраны остальные ингредиенты, и если я соберусь покупать что-то с витамином С, я попробую ее тоже взять себе на затест, так что это, что касается примеров к аскорбилоглюкозиду. Этилоскорбиновая кислота у меня в двух флакончиках, которые лично я пробовала. Это пустая баночка от бренда СВР, витамин С, у них сыворотка ампульная, 20% витамина С, но на самом деле, если немножко покопаться в истории этой сыворотки, здесь 17% этилоскорбиновой кислоты, которую они приравнивают к 20% чистой аскорбиновой кислоты, соответственно, по эффекту. Переносится прекрасно, единственный вот этот нюанс с запахом мне у нее не нравится, и текстура не для всех идеальная, потому что я уже рассказывала в обзоре, кстати, есть монобрендовое видео по СВР, если не видели, обязательно посмотрите, оно вышло замечательным, то я там рассказывала, что текстура у нее такого немножко сухого масла, и обратная связь по коже на проблемной, склонной к акне, не очень окей. Когда вы ее только наносите на кожу, вам кажется, что в принципе водянистое, какое здесь сухое масло, но если вы начинаете распределять и далее по финишу, все-таки это похоже по финишу на сухое масло, то здесь добавили как раз таки такие маслянистые компоненты, что придает ей такие вот ощущения на коже, это не всем будет приятно, но если у вас сухая возрастная кожа, или в принципе сухая кожа, или обезвоженная, то это будет очень даже окей, в том числе на чувствительной коже. Еще этилоскорбиновая кислота содержится вот здесь, на самом деле в комплексе с различными осветляющими компонентами, это энзимная пудра от Holy Frog, обожаю, это моя любимая пудра на данный момент, энзимная, которой я чаще всего пользуюсь, если мне необходима эта категория продуктов. Конечно, я уже обозначила, что в смываемых средствах это не супер вауэффективно, но если будет как дополнение, то тоже очень даже ничего. Также продукт с оскорбилфосфат натрия, не могу не показать вам, это маска пенка, я не показала ее в обзоре СВР, потому что она не является моим супер фаворитом, но если выбирать средство, которое восхитило меня в этом году своим форматом, своей текстурой и вообще необычайностью, скажем так, то это тот самый продукт. Это в прямом смысле пенка, я конечно боюсь немножко ее сейчас хлестить, ну в общем, слышите? В общем, да, это прям пена, которая наносится на кожу, я вам подсниму в свотчах, потому что я боюсь сейчас здесь все заляпать, которую вы наносите на кожу, это прям пена, и она придает вам сияние кожи, это вообще маска для сияния кожи, для выравнивания ее тона здесь и сейчас, и здесь форма витамина С стабильная на втором месте после воды, то есть ее здесь очень много, порядка, насколько я помню, 20 что ли процентов, а то и больше заявлено у нее здесь, просто не написано на упаковке, поэтому не помню уже точно, в общем, витамина С здесь очень много, и это именно стабильная, плюс глюконолактон, здесь тоже порядка 15 что ли процентов, достаточно высокая концентрация, то есть это такое соцсредство привести кожу в порядок здесь и сейчас с таким вот обновляющим эффектом, ее можно купить в яблоке, она там представлена, ну за необычный формат, точно 10 из 10, но мне она не зашла именно таким вау-эффектом, я не заметила от нее, плюс это большой расход, поэтому продукта вам хватит не на много, но при этом цена достаточно ощутимая, за эти деньги лучше взять сыворотку с стабильным витамином С, вам ее хватит дольше, вы ее сможете использовать регулярнее, потому что с глюконолактоном все-таки отшелушивающая такая микропилинг, вообще это называется микропилинг-мус, для сияния и против морщин, вы все равно каждый день не сможете ей пользоваться, да и не нужно этого делать, это 1-2 раза в неделю, поэтому мне кажется, за эти деньги лучше купить сыворотку. Еще эта форма есть в ампулах Бабе, есть такой аптечный испанский бренд, но не особо у нас тоже пользуется популярностью, у них есть ампулы с витамином С, и в принципе там неплохой состав, как раз для чувствительной кожи, со стабильной формой витамина С, обратите внимание, я если поймаю в наличии, обязательно тоже куплю для обзора, потому что когда я собираюсь купить их, нет в наличии, видимо разбирают. Далее, что я бы отметила, это ампулы, ампулы Мортидерм, именно такие липосомальные, oil free они называются, для жирной комбинированной кожи позиционируются, как раз таки со стабильной формой витамина С, и они очень мне нравятся, я обожаю, это мои одни из самых любимых ампулы Мортидерм, Мортидерм это профессиональная, ну такая профмарка косметическое, по-разному можно ее обозначить, испанского происхождения, и у них именно основа это ампульный уход. Я пробовала практически все виды их ампул, покупала специальный набор когда-то и выбрала для себя фавориты. Далее в полноразмере брала как раз вот эти вот ампулы, которые здесь прикреплю. И в этих ампулах красненьких витамин С представлен в виде оскорбилпометата, какая именно концентрация, к сожалению, не нашла, но то, на жирной комбинированной кожи однозначно могу вам сказать сто процентов, плюс там есть себорегулирующие компоненты для того, чтобы на жирной комбинированной коже как раз таки снижать выработку себума. Поэтому, если вы боитесь каких-то маслянистых сывороток, присмотритесь, эти ампулы роскошные. Плюс Мортидерм это единственный производитель, который супер заботится о том, чтобы в комплекте у вас была и подставка для ампулы, и многоразовая открывашка для ампул, и даже крышка многоразовая для каждой ампулы, плюс специальный дозатор. Короче, пользоваться сама ампулами Мортидерм супер приятная и удобная такая мини-реклама бесплатная Мортидерма, но на самом деле я снимала когда-то для своего блога, действительно, это очень такая продвинутая в этом плане марка, они заботятся прямо о каждом шаге использования их продуктов и по, в принципе, адекватной цене для их состава. И форма, которую я упоминала как Аскорбил Тетра изопальментат, она встречается у нас в сыворотке Кадали, например, такая зелененькая, кто пробовал, напишите в комментариях, интересно, я много раз хваталась за нее, чтобы ее купить, но как-то не доходило дело, там такая кремообразная флюидная текстура, после которой, может быть, даже не особо захочется наносить крем, в общем, очень увлажняющая, приятная, и я встретила эту форму в целых 20% у бренда СВР, вообще СВР это бренд, который добавляет максимально необычные компоненты или их необычные формы в свои продукты, гамма биотик, есть такие шайбообразные стеклянные банки у них с кремовыми текстурами, есть С20 как раз таки биотик крем, и там вот этот вот вариант стабильной формы витамина С встречается, не пробовала, но когда-нибудь обязательно обещаю добраться. И последнее, что я вам покажу на примерах, это моя самая любимая сыворотка с витамином С, да, я упомянула, что виши очень люблю, но именно в категории нестабильной формы в виде аскорбиновой кислоты, что касается стабильных, самая любимая это Сиздерма, это самая небюджетная из того, что здесь сегодня можно было увидеть, но я не знаю, после того, как его пробуешь, все остальное уже кажется какой-то ерундой, и не хочется вообще ничего другого покупать. Не зря здесь два флакона, один абсолютно пустой, некоторое время назад у меня закончился, в этом году я познакомилась с этим средством, и я вот недавно в наборе приобретала, в распаковке вам показывала. В общем, это сыворотка липосомальная, то есть у них система доставки это липосомы, и здесь целых пять стабильных форм, я вам тут прикреплю, какие именно, но в общем-то здесь нет аскорбинки, здесь нет чего-то такого, здесь прям стабильные формы, не прописывается концентрация каждой, но эффект есть. Другой вопрос, какой эффект вы ожидаете? Здесь она не придает такого вау-углового сияния, как чистая аскорбинка, поэтому многие огорчились после ее приобретения, потому что ожидали нечто похожего, но как антиоксидант, как воздействие на укрепление сосудов, как работа с розацией в анамнезе, это прекрасная штука, которую можно купить, потому что она прекрасно переносится, у нее такой классный аромат мандаринок, я не знаю, это прям парфюмерная душка, или это прям компоненты дают такой запах, скорее всего парфюмерная душка, но тем не менее очень жизнерадостная, приятная текстура не конфликтует с уходом, не раздражает мою кожу, я могу ее нанести и быть уверенной, что через час-два у меня не разовьется какое-то жуткое покраснение, раздражение на коже, сочеталось прекрасно с периодом на ретиноидах и так далее, в общем, обожаю, если вы меня будете спрашивать, какой витамин С купить, то если у вас позволяет бюджет, это не последние деньги, то взять от Сиздермы, именно С вид 5, цифра 5 означает количество стабильных форм витамина С, которые она содержит, потому что у них есть просто С вид с серым, коричневым, такой классическим флаконе темным, я ее не пробовала, я даже не смотрела какие там формы, скорее всего, одна какая-то форма, так что просто обожаю, шикарная вещь, и это просто такой гвоздь у всей этой программы про витамин С, я вот ей буду пользоваться в ближайшее время. И когда я в распаковке показала эту сыворотку в наборе с таким мини-версией флюида из гаммы С вид от Сиздерма меня стали спрашивать, как мне этот флюид, в общем, я это кратко потестила, не особо вдаваясь в рассмотрение этого продукта, здесь этилоскорбиновая кислота, то есть как альтернатива вот этой сыворотке СВР, очень приятная, не раздражает, приятная текстура, облегченная, но при этом увлажняющая, мне на зиму этого увлажнения не хватает, поэтому даже рассматривать не буду, но, например, моя подруга-косметолога, которая фанат бренда Сиздерма, она пользуется полноразмерным этим флюидом, если я ничего не путаю, очень его обожаю, у нее какая-то уже там сотая банка, поэтому, если вам не требуются плотные насыщенные текстуры, и вы готовы увлажнять кожу просто флюидом, но нужен витамин С, стабильный при этом, то вот все в одном флаконе, это пробник, такой миниатюрный формат, у них красивые такие флаконы с дозатором в полноразмере, да, можно рассмотреть, и что меня удивило, приятно, здесь отдушка, та самая мандаринка, которая в сыворотке, которую я только что вам показывала, в общем-то, очень приятно наносить, этот запах поднимает настроение, так будто вы находитесь в комнате, где кто-то еще начал чистить мандаринку, причем такой ненавязчивый, очень тонкий аромат, в общем-то, это все, что я хотела вам рассказать по части витамина С, если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, не забудьте лайк, приятные комментарии или отзывы на какие-нибудь продукты из видео, либо дополнительные, мы обязательно все прочитаем и ответим, переходите в телеграм-канал, там много всего интересного, и я на связи каждый день, встретимся в новых видео, всем пока!